Нехао, братья и сестры, с вами Кристалл, Мэй и Слипчик. И у нас тут вообще жесть лютая. G2 против Бигов и Cell Pro League, как вы знаете, миллиардные уже недели идёт, потому что Лига очень долгая, очень большая, очень объёмная, и, соответственно, топовые 6 коллективов из Европы и топовые 6 коллективов из Америки выезжают на Ланы примерно в ноябре, если я не ошибаюсь, месяцы. И сейчас, соответственно, команда борется вот за это место под солнцем, у G2 всё замечательно в групповой стадии, ой-ой-ой, а вот сейчас у Шокса может быть незамечательно вообще, потому что раз, и всё, Некс ушёл обратно. НБК уходит, да. Да, потому что умирать не хочется, Хаешку сейфовую для себя кидает, должен был в теории убивать Табсон, в итоге сейчас Табсон убьёт НБК, я чувствую. Да, именно так и получается. Грустно для Натана, на самом деле, потому что, ну, как-то не хотелось бы Кеннис, правда. Ой-ой-ой, Кеннис! Что делает? Что, демон? На, и сна, из Боди ещё помогает кенис, ну, кенис, сейчас, короче говоря, раскладирует это всё дело. Ну-ка, ну-ка! Ну, он пытался. Боди, может быть, сейчас послушает шаги, вообще, как заберётся. Не заберётся, будет уже назад отходить. Оборонительная позиция колбанам занимать, потому что понимает, куда идёт противник. Ну и остается последний Киф И может быть Киф пойдет куда-нибудь под Б Например у него все еще есть Этак 30 секунд Но может быть их обманет И такой обратно на банан Он такой не я сейчас обманул сам себя походу и пойду все-таки на Б Дело в том что Апек все равно находится На девятке да и вообще-то как бы Бадди подходит с двери Опять же на болотце И Киф такой ой сейчас я короче Вообще обманул вообще прям всех И вот обманул Смерть обманул на смерть постучала в дверь Почему-то 1-0 Пауза видимо технического характера Со стороны Бигов или со стороны G2 Не суть важно Вот опять же если посмотреть сейчас на турнирную таблицу То мы можем увидеть что Биги находится на 11 месте На 7 месте находится в свою очередь G2 То есть в принципе у французов Не то чтобы прям намного ближе это место Да оно по очкам там Различие например всего лишь в 6 очков Вот но все равно G2 Ну на грани того чтобы все-таки выйти Здесь побороться в окончании ИСЛ про лиги напоминаю что каток осталось в принципе не так уж много Да у нас получается если 14 команд Ты должен сколько раз сыграть? 22? Больше? Сейчас я посчитаю 24? 24 24 Нет 26 26 Почти 26 надо сыграть каток Вот и например вот фнатики которые являются лидерами Они сейчас уже сыграли 22 из этих 26 Для сравнения G2 сыграли только 18 То есть разница в 4 карты И соответственно возможно и 6 очков Теоретически То есть G2 могут Да 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 G2 еще могут Биги еще тоже могут Но у них шансов намного меньше Но от G2 надо выигрывать То есть они проиграли Cobblestone Это была трата да лишних очков Против оппонента который является не самым сильным У которого эти очки они обязаны были фармить И вот сейчас этот оверпасс Но если G2 проиграют я даже не знаю То есть на мой взгляд честно говоря Это выглядит не самым лучшим образом для них С точки зрения именно турнирной позиции Вот но все еще все еще у них останется еще довольно много каток Поэтому я думаю то что они на последних неделях А у нас наверное недели две осталось всего Если не ошибаюсь Ну уже анонсирована точно одна Да получается неделя И о да слушайте осталась одна неделя получается Это предпоследняя неделя Которую мы комментируем То есть остается среда Четверг завтра 18 октября И дальше последняя неделя ESL Pro League Будет с вторника по субботу С 7 по 11 ноября И вот там 11 ноября например Будет заруба лютая Потому что одновременно будет проходить Около 10 встреч Ну может быть 8 встреч Короче будет жестко Забавно А ты не видел да что ли эти окончания Окончания я на недельку вперед смотрю Не потому что в смысле Ты в предыдущий раз не был Ну в Рухабе ты не был я так понимаю Но ты не смотрел ESL Pro League В предыдущую сезону Почему? Я же ее комментировал А ну все тогда Чего у меня нет вопросов Просто о том что Неважно Короче мы смотрим заход на Аплент Честно говоря Кеннис просто пропустили Поэтому я за ним и смотрю Потому что он сейчас делает 2 килла Раз Ой лол Ой лол Ой Кеннис Боже мой Что за им По сидячему чуваку Который ставит бомбу Ты отстреливаешь Он патронов 15 наверное отстрелил И не попал И при этом он как бы не зажимал А просто подспреивал Там тремя Четырьмя Может быть даже двушечками Ну и короче это провал Это провал И сейчас НБК должен Как-то что-то делать Хотя опять же Он в этом даже не виноват В том что сейчас произошло В общем раунд отданный Кеннисом При том что ему самому Этот раунд положили в ротик Потому что не зачекали Его позицию на душевой Он зашел в спину Хотя его никто там не ждал В этом тайминге И Бигги обязаны были Это проигрывать Но Несмотря на совершенные ошибки G2 все-таки проиграли Это 2-1 И это четвертый раунд В наших ранах Снова девайси От французов Так Какие здесь варианты есть Ну как девайсы Такие ЦЗ Это неплохая штука Но стоит сказать Что это всего лишь ЦЗ Кеннис получает Немножко в почку Будет отходить назад Ну пока что На своей стороне карты Стакается G2 Никаких поджимов От них нет Ну в полуподжимных позициях Находится шокс Да Но все равно Как мы видим Таких типа агрессивных вещей Нет и не будет Потому что они вот Сдают совершенно лишний раунд И теперь возможно В голове Поселилось Вот этот вот Некоторый такой момент Да Тот самый таракан Который может еще сыграть Кстати говоря для бегов Если они будут Этих тараканов давить А беги идут на аплент Давить На самом деле И вопрос Кто тут будет встречать Бадди будет встречать Все это дело Бадди Видели Бадди скорее всего Не видели Бадди Должны были Ножку видеть Бадди Бадди что-то нормально Вообще здесь Настрял Он должен забирать Да именно так и получается А плент в итоге скрытый В общем и целом Сейф для остальных Потому что Нет денег Опять же 1900 там Залетит Когда проиграют Вопрос Иллюминашн раунд Для бегов Или типа Взрывающийся Да потому что Типа Три двести пятьдесят Или три пятьсот То есть Что они сейчас хотят делать Они хотят искать Выживших Или не хотят искать Выживших Я думаю что они хотят Искать выживших Им все равно Сыпают там С бабла С бомб Все дела То есть Надо выбивать Это точно Варианта В принципе нету То есть Сохранять оппонент Там М4 И ЦЗ Они Ну про ЦЗ Они не знают Да ЦЗ это или М4 Но Самое главное Что сейчас Некст не только умер Но он дал информацию С этим А месторасположение НБК Боже какая дичь Вообще Как легко Тапсон сейчас умирает Диэм Диэм Сам Вот Кто Эпицентр комментирует Эпицентр комментирует Пока неизвестно кто Пока анонс не вышел То есть Я на самом деле Удивлен То что так долго Анонса нету По причине того Что как бы Совсем скоро Эпицентр начнется Если кто-то еще Не подумал о том Чтобы ехать И смотреть этот турнир То вы Очень зря это делаете То есть я бы на вашем месте К минимуму рассмотрел бы Эту возможность Потому что стоимость Очень маленькая Вот И Действительно дешево Да там 250 рублей Что Какой момент И это не связано С эпицентром Прихватите шарф Ребята Реально Пожалуйста Да там прохладно На самом деле Прохладно вообще И в Москве сейчас И в Питере Причем у вас в Питере Даже на 2 градуса Потеплее Но конечно Это нерфится При помощи ветра Так НБК У колонны Тем временем На самом деле Сражение это проходит В Канайстере Я все жду Когда на Б-плант Выйдут Бигги Но Бигги халдят И правильно делают Они сейчас имеют Очень хороший кусок карты И ждут Когда же Джетусами на них пойдут А Апекс пойдет И Апекс не считается Один килл от него Точно произойдет НБК тем временем Прикончил еще другого игрока Таким образом Бигги потеряли Вообще почти все Что у них было В самом начале раунда Где они пытались выйти На Б-плант Тапсон Хороший фраг Против НБК Дальше пройти надо Это Киф Пытается сразиться за бомбу Тапсону нужно халпануть А он не халпанет Апекс Потому что уже зажал Еще один раз со спины Второй раз И Киф Киф один Киф один гуляет Один с ВП Ну и должны его Вообще-то по-хорошему убивать Здесь Хотя он попытается Размансить Немножко кого-нибудь Забрать в спину То есть он По сути здесь балет Да, вокруг танцует Вокруг планта Вообще-то у Кива Это может получиться То есть на минус один Еще вполне реально Во Вот тот минус один Вопрос Получится ли что-нибудь еще Потому что бомба Кива не на руках Он все равно За ней пойдет По сути не должно И Киф понимает Что я в ловушку вашу Ребят, не пойду Я лучше вот так вот прочекаю Постреляю в деревях Типа как бы там По полуинформации Пойду сэвить Все это дело И именно так и получается Собственно Бомба не поставлена Денег ему не насыпет 950 баксов у него По сути остается Ну есть Не дефолтный пистолет Это хорошо ВП есть, гранаты есть То есть Даже с учетом отсутствия Лишних денег Все будет У Кива здорово Отговорили Бадди Бежать Что-то по всему Бежать и смотреть Что вообще Здесь происходит Да Типа Не надо на ОВП И мы сказали Не надо Мужик Давай-давай не будем Бадди в итоге отказался И остановился Где-то около Фонтана Киндергартена 3-2 в итоге Где-то из спортсберут Раунд Предыдущий Вот таким вот образом Шокс 1-4 Пока что Местами не стреляет Апекс Зато 7-2 Расстрелялся Здорово Молодец Кив 1-2-3 Кстати говоря Идет на данный момент И вот В прошлом раунде Тот самый первый килл К слову Шокс Выходит на коннектор До свидания А что дальше А дальше есть продолжение Предыдущий раунд Примерно так же начинался То есть Биги За контроль Лиги Лиги Нормально здесь сыграл В принципе Могло быть даже лучше Биги продолжает Зачем-то пушить Б У вас есть бомба Просто ждите Минуту 24 Не нужно никуда торопиться Все в порядке 2-3 ситуация Французы скорее всего Пушить вас не будут Потому что они в большинстве Пушить вас не надо Это не имеет никакого смысла Нэкс Ну что Зачем Зачем Что это за чеки Что это за хардкор Я все конечно понимаю Да Ну типа Вы не перестреливаете Оппонентов в салат Вам нужно играть Немного по-другому Не то чтобы нужно Да Вы имеете возможность Сыграть в связке Вместо этого Вы расшатываете Ты еще выходите На две позиции При этом всем Я бы не сказал то Что они супер опорные То есть Я бы не сказал то Что это супер пассивное Стояние Нэкс конечно пытался Хороший угол занятия Я его прекрасно понимаю Он наверное в какой-то мере прав Но просто опять же Да Кивз был совсем далеко Для разменов И Такая экспрессивная игра Она должна быть У Симпла например Да Или у других крутых исполнителей Там У конфига Еще кого-то Которые могут Но Next Это даже не Тапс Просто Кенис 1 хп Прикольно И Кенис понимает Что надо топить по тапкам И топит И спасает свою жизнь Вопрос Надолго ли Немножко спалился Кенис Но Надолго Ребят Надолго Забайчина просто На НБК Забайчина Кивни убил оппонента своего Понял что он там Супер мега красный Пойду я его добью В итоге Отъехал На Б планте Есть Вот эти вот Тимплейные фолловы У G2 Sports На Коблстоуне Мы замечали Я это подмечал Здесь Мы это замечаем Опять же Вот эти вот Отдачи от бегов Да Как Дима подметил Это что-то Я не знаю Это что-то Я не знаю Фулэка Дорогие друзья Вероятные пятые Для G2 Так Шокс Нормально Нормальненько Хорошо заехала До свидания Просто Дим Пока все очень спокойно Я бы сказал Идет в пользу G2 И Оверпасс Это правда Карта на которой Бигги себя там Не самым лучшим образом Чувствуют Можно было бы взять Ну в смысле Можно было бы Сыграть какой-нибудь Дакэш Например И там было бы интереснее Я вообще кстати Хотел бы увидеть Дакэш здесь Потому что И G2 играет его хорошо И вообще Это одна из любимых Карты Франции Всегда была Исторически И Гобби Исторически играет В своих командах Всегда Дакэш Он играл его И в Моузах Он играл его В Энерджи Он играет сейчас И в Бигах И его команды Всегда умели Эту карту играть Я бы посмотрел Бакэш Потому что Не было бы такого Дисбаланса Определенного В котором Биги себя ощущают Не так комфортно На этой карте А G2 себя чувствует Ну более-менее Плюс-минус Хотя это конечно Тоже не лучшая Не самая прям Невероятная карта Вот Ну есть опыт Хочется кэш просто Тоже вопросы Соглашусь Особенно с точки зрения Гобби И Легии Кстати Да То есть прям Приятно там Ребята могут Легия как обычно На вайтбоксе Например Станет в защите Вообще Фик ты его Оттуда выбьешь То есть очень приятно Действительно Может стоять Очень эффективно Экономично И при этом В соляного Просто в одно лицо Что важно Ну короче говоря Да Дима здесь прав И кэш Это было бы классно Но У нас оверпасс И я не знаю Бегим Будут страдать дальше Как бы не будут Страдать дальше Посмотрим На Кирденганд Киндергарта Не собираются Песочницы Короче говоря Основное звено Команды Люркер Под катушками Один есть Около бетом Постоит Посмотрит Подумает о жизни Посчитает голубей Шокс кстати В интересной позиции В том плане Что может отстрелить Кому нибудь Личика И Ему Личика Отстрелит Найс Найс вообще Сейчас был конечно Пиксель просто Полное уничтожение Аннигиляция Тотальная От бигов Хотя мне нравится Такая штука Когда три человека Поджимают Фонтан Вместе с лонгом Причем Я бы сказал Что здесь Этот маневр Не был прям Супер предсказуемым Хотя биги Конечно чекали Очень осторожно И спокойно Но G2 Имели полное право На то Чтобы сейчас Играть агрессивно Ой-ой-ой Кеннис Неудачный смачок Или я не знаю Все-таки Может быть Я таким смаком Что-то хотел показать Но я так понимаю Что нет Я думаю Что это был Смак в туалет Или возможно На подходы Капленту Там куда угодно Anyway Кеннис должен Оставаться в живых Для сейва АВП Но этого не происходит Биги берут раунд И он на самом деле Закончился уже Намного-намного раньше Он закончился в тот момент Когда там первого игрока На поджиме нашли Который стоял в статике 5-3 И что там по деньгам? Ну смотри Буквально на последние деньги Закупается G2 Если проигрывает этот С Ипптом 1900 То есть соответственно Бабла нет Соответственно Проигрывает следующий Соответственно Если хотят G2 Что-то делать То надо выигрывать этот И надо выигрывать следующий До семерки Там еще можно пострадать Но хотя бы 7 В смысле по-хорошему Но это все Бумага Вот это вот Бумага писанина Теори Крафт Не имеющий пока Ничего общего С тем что происходит На самом деле Потому что Ой-ой-ой-ой-ой Как же неприятно Кеннису Он просто в спину заходит Гоп Причем что самое интересное Шокс должен был Не только на размене Сыграть Он должен был Превентивно Превентивно Убить оппонента Заходящего против Кенниса То есть они играли Типа Просфайр Получилось так Не давало себе Вообще никакой инфы Апекс остался один Хорошая хая по Гобу Би Но это не изменяет ситуацию У Апекса Хоть и есть весь набор Диффузера То есть диффуз-киты И смок Все что нужно Для хорошего КТшника Для диффузопомбы Но Разминировать ее Скорее всего не получится Апекс просто халдит Смоки В ближайшее время Все пропадут Флешка Не особо сильно Его ослепляет Пытается расконтролить Спрей После прыжка Очень тяжело Но получилось И в итоге Его снимает На страйфе Господин Киев Который был На Каналах Опять же Да Уколо монстра С выхода И такой 5-4 И нету денег Дорогие друзья В принципе Есть вариант Позволить тебе Пара Флешек Это так С натягом Типа не дефолтный пистолет Какой-нибудь В итоге Просто не дефолтный пистолет У Апекса И не дефолтный пистолет У Шакса Во Одна флешка Да Да-да-да Типа того Что-то там в районе Такие какие-то вещи Ну как сказать Ну забег на Бен Наверное Будет от бегов Дело в том Что здесь застаканный Джотой Спорс Поэтому они могут Даже убить Например троих Легкие Так жестко Боже мой Но вообще Никак не прошло Вот вообще Ничего не произошло Дальше То есть с одной стороны Биги конечно молодцы Что-то В смысле Джотуз молодцы Что сделали 2 кила Ну а дальше то что Биги уже поняли Что это засада И этот размен 2 в 2 Для них позитивен Потому что Этот размен Дал им информацию И поэтому Они будут ожидать Дальнейших действий В Джотуз Со стороны Бэплента Так что сейчас Нужно просто Спокойно отсидеться Время еще есть Можно еще секунд 20-30 Наблюдать за оппонентом А потом просто взять И переориентировать Су атаку В другую сторону Либо просто Ходить Либо раздавить здесь Да Потому что здесь В итоге Чисто психологически Мозги будут Джотуз спортс качаться Качаться и напрягаться Потому что Нет информации Голод Они ничего не видят Они ничего не знают Сейчас Но это будет Видимо переориентация То есть они решили Немножко посидеть Подумать И Наверное сказали Само себе Что Давайте-ка Мы наверное Зафейкуем на Бэ Или не зафейкуем Кстати Смотри Не зафейкуем Развернулись обратно Ну они Я думаю То что полагают То что французы Просто отправят Кого-то на А И Ну то есть Не ожидая здесь Вить 4 В любом случае Это пистолеты Боже Бояться их Просто-напросто Нельзя Если все Спокойно сделать Если откидать Все что нужно И прочекать Все возможные Поджимы и углы Все будет хорошо Тапсон чекнул Шаксевича Который поджимал С болота Кеннисным временем В полдистанцию Пытается сыграть С Юспай Это не особый вариант Ну все Биги Точнее G2 Молодцы Что в принципе Заставили попотеть Бигов на подобном раунде Но это все еще Не меняет никаким образом Экономику противника Потому что 8000 у Кива например Это все еще Не проблема для немцев Опять же Что касается G2 У них сейчас Просто из последних Бай будет И АВП АВП будет для Кенниса Конечно же С армором За всеми остальными плюшками А у Шакса О мой бог Шаксевич покупал АВП Для своего тиммейта И у него теперь Не будет денег на армор Это больно Ну довольно сложно Да Да Опять же То есть И так-то тяжело Местами выживать А здесь В голову отлетает И так Отлетал бы Но В тело будет Неприятно совсем М-панчи получать Поэтому Шаксу бы Сзади бы стоять АПЕКС Готовый? Да Готовый АПЕКС минус 1 Мог бы минус 2 сделать Но Было бы сложно В итоге Бомба будет поставлена От команды BIG В ближайшее время На хелпу Уже гранаты летят На девятку Тоже опять же Смаки летят Все на B закрыто Все на B перекрыто Максимально неудобно Сейчас работать ЖТО В плане ретейка И они сами Это уже поняли То есть То что настолько Неудобно Прямо Настолько Накомфортно В принципе Что вот эта вот Сизифова работа Нам не нужна Здесь Поэтому мы пойдем Куда-нибудь Другое место Пойдем Засеймим Все это дело На пикничок Там Все дела Итого Шестой Для BIG И что-то Вот Как бы Дима Ну не то Что в там В полушутку Не в полушутку Так говорил Что ЖТО Еще Сейчас Были бы Какой-нибудь Верпасс Отдать Да Если там Не соберутся Вот это Все там И так далее И так далее Проблема в том Что BIG Берут уже Шестой И это хорошо В смысле Это реально Для них хорошо И это еще В атаке И это в защите Они Еще Через статику Через статику Могут Сработать По-человечески Да На защите Но очень сложно В итоге Получается Все очень сложно Матч приостановлен Нужно пообщаться ЖТО Как мы видим Денег не особо Много Есть АВП Есть Две Эмочки Три эмочки Прошу прощения Соответственно Есть варианты Что-то Может быть Кому-нибудь Докупить Там Эмбеки Тоже Первый Армор Еще Какой-нибудь Что там Фомастик Какой-нибудь Окей Окей Импинайны И гранаты То есть По сути Фулсаппорт Такой Товарищ Сначала Откидаться А потом Пойти В секвиси Например Да Тут быстрый выход Судя по всему Просматривается От бигов Да Именно так оно и есть Молики Флэшки Все полетело Легия принимает лицом Второй принимает лицом Вадим молодец Сделал Два килла Третий килл Четвертый килл Изи лайф Изи катка Для G2 Вот так нельзя играть Против французов Это бред Севые кобылы Все прекрасно понимают То что подобные раунды Биги могут исполнять И мало того Извините меня Все в этом мире На девайсных раундах То есть Как можно решить То что надо играть Раш Первое Если вы постоянно Халдите жестко А Биги на самом деле Достаточно реактивно И быстро играет Несмотря на то Что это команда Гоба Би А обычно Гоби любит Вот этот умедленный Контерстрстрайк Особенно раньше Любил Сейчас постепенно Начинает Немного по-другому Видоизменять Свои атаки Вот Это первое Второе Если у противника Нету нормального бая То есть допустим Там есть эмки Фамосы Но при этом Нету моликов Потому что молики Это идеальное оружие Для антираша Ооо Или смоков нету Например Это вообще идеально Вот То есть например Там третий раунд Еще четвертый раунд На Так подождите Легия Легия Хорошая Сделала одного Но второго Не приехало И вот теперь Все зависит от Будет ассистировать Этот молик Кстати даст информацию Житового месторасположения Второго игрока По первому У них конечно же Есть инфа Потому что Гоп поставил бомбу И сейчас его казнят Просто в упор Нет его не казнят Лол Нет все таки Его добили И вот теперь По киву Есть инфа Он палился Он за смоком Он может еще один Смачок откинуть Под себя Флешкой И пойти И пойти воевать На большие пески Нет он решает Здесь играть Через смок с АВП Сомнительная тема Честно говоря Нету времени Просто рофл Просто рофл Сам под себя Кинул смок На шорт Заставив себя Прыгать и стрелять С АВП Имея конечно же Практически там Нулевые шансы На то чтобы Последить оппонента Который сейчас сидит И диффузит бомбу Если ты идешь Как бы на большие пески Окей Откидай смок на шорт И попробуй сделать вид То что ты типа Все еще там Но Он сам себя Засмокировал там И отрезал Сам себя Шикарное решение от кива Я не знаю чем оно продиктовано Потому что Не сижу в их тимспике Возможно есть Дополнительный Дополнительный челлендж Вот как раз тот самый Молотов Под Легию Легия уже точно Никуда не пойдет Если бы и хотел Пошуметь Пойдет Пойдет Смотри Все нормально Ну как тебе сказать Он просто Он бы пошел бы дальше Если флешки не получал Он из смока собирался Войти Ему просто кинули Бану флешек Но флешка Да И поэтому Сдал назад Ну что ж Что Легия Сдал назад На катушках будет Находиться Сейчас нормально Ему там будет В итоге По илонгу Ребята из команды Бяджи Пока что бегут На бплент Бадди Раскидывает баночку Это был смачок И бадди Сейчас будет принимать Этот илонг В итоге Но дело в том Что флешка не позволяет Но кинез Но кинез его закрывает И кинез еще закрывает Next И нах Правда Разменивает Бадди Но дело в том Что это недостаточно Кинез вообще все делает Все работа в принципе Здесь на Апланте Трипл килл Уже от него Это практически все Сейчас еще квадрат Ну почти Ну прям ну почти Ну не залетел Но все равно Восьмера Для G3 Спорт с точки зрения Счета И последний ран Первой половины И у нас тут 2 500 Да 3 там 2 500 Что-то такое У команды Биадди Соответственно Это будет Улыновый бай С пистолетами С гранатами Потому что Это единственное Что они могут Себе позволить Это сизики Да Опять же Это 10 игл Это раш По-хорошему Да Можно и захватить Такими девайсами Но цзшки Да С деглы Будьте там В большинстве Своем То они Играли бы на холд И на попытку Дальней дистанции Сыграть Здесь же все-таки Это раш А плента От бигов Вообще не существует Как фактор Из этих 15 раундов Мне кажется Мы видели 1-2 Но может быть 3 раунда максимум Но это Ну то есть Если не брать Экономические И честно говоря Вот это вот Суперское разнообразие Которому джету Настолько привыкли Что ставят 3 человека На бэ Что кстати Не является дефолтом Для большинства команд Да и для самих джету Тоже не является дефолтом Что самое главное Но биги заняли Главные позиции Да Джету их регулярно Отдают Джету поняли То что лучше всего Играть пассивнее Если в начале Там когда счет Был очень приятный Для французов И они доминировали Они поджимали регулярно Пытались играть На контроль коннектора Пытались играть На контроль болота И на поджимы лонга Допустим Месте с шариками То их пару-тройку раз Наказали за это Они решили играть глубоко И с глубиной У них тоже все в порядке Все работает Нбк тем временем Чекает монстра Вместе с Апексом Кстати их оставили здесь вдвоем На бэ Перестали верить Что это все-таки Б Что самое интересное Это реально А Хотя к этому моменту К этому моменту На перетяжку уже пришел Бадди Поэтому на Аппленте Кеннис вместе с Шаксом Имеют отвратительные Совершенно позиции Под флешку Открывается Кеннис Получает сам флешку Не видит противника Открывается заново Еще раз не попадает Все-таки убивает Гоба Би Шокс минусует Некса Тем временем Кив падает От очередного выстрела Кенниса И Тапсон остается один Без вариантов 9-6 друзья И это Такие раунды Которые в принципе Бигами могли браться Но опять же Отсутствие девайсов Им не помогло И это Ну Ровно такой же счет Кстати как и на Кобблстоуне Было Напоминаю Биги проиграли Первую половину Кобблстоуна С счетом 6-9 Придрыв там Бро Бро Слип Слип Так Понятно У нас минус слипчик Чуваки А да Он мне написал Об этом даже Боже Минуту назад Тем временем Направили трансляцию С Нави Я не забываю Посматривать Что там у них происходит 10-6 счет Кстати Ровно такой же После первой половины То есть 9-6 Но в пользу Норс И они взяли еще Первый раунд Что ж Тяжело конечно Дается игра Когда у тебя тренер Играет в составе Это Ну Понятное дело Что он не может быть Настолько хорошо готов Как тот же самый Старикс Потому что Старикс немного Другого поколения игрок С точки зрения Присутствия его В гоу В отличии от Кейна Который чисто 1.6 И я вас уверяю Посадить сейчас любого 1.6 Ну или как это у нас Принято назвать Олдскула Потому что Наверное Слово Кейсер 1.6 Не очень звучит хорошо И благозвучно То он тоже самое Будет демонстрировать Вообще Слип не умер Слип жив Просто У Слипа Отвалился звук Неведомым мне образом Надеюсь То что он придет К нам обратно Потому что Под мой голос Вообще заснет Сейчас Если я буду сидеть С вами Вот так вот И Разговаривать Замечите что Навик Кстати есть шанс Дать Все таки второй раунд С форсбаем Потому что Они там Поубивали Всех Но Кто знает Чем это Закончится Честно говоря Сейчас надо Очень серьезно Постараться То что мне отдать Пистолетный раунд Потому что Напоминаю Что два пистолетных Брали Биги На Кобблстоуне Потом на оверпассе Все таки французы Насколько я помню И сейчас Надо не отдавать Просто потому что Нельзя отдавать шансы На камбэк У Бигов Есть хорошее Внутреннее стержание Если они Все таки Берутся стрелять Если они берутся Забирать раунды То у них Это получается Вопрос в другом Да В том что Просто не стоит Отдавать шансы Потому что Раунд Точнее напоминаю По системе По Соответственно Месторасположению G2 Им нужно Сейчас выигрывать катки Отбирать у аутсайдеров Потому что Дальше шпилки У них наверняка Очень сложно Сейчас я кстати Посмотрю И против кого Они будут играть Напоминаю Что всю информацию Можно найти на Pro.slgaming.com Там и русский язык Тоже есть Так вот Следующие матчи У G2 Будут против Ошерга Отцент и Фнати Кстати Достаточно хорошее Окончание сезона До них Достаточно слабые команды Ошер как вы знаете Не вышли на минор На онлайне Приграв Три карты Совершенно No-name Командам Гаценты Коллектив Который Вообще не считается Чем-то В принципе В нынешней мете Фнатики Соответственно Да Хороший коллектив Но там Побораться можно будет Next Приемка от него Б плента Сыграл на чек Надо оставаться в живых Надо оставаться в живых Варианта тут просто нет Главное подождать своих тиммайтов Он выходит Умирает Шок все время Приговаривает Кива Легия Все-таки справился В перестрелке Один на один Против капитана Команджу Но опять же Что дальше Ладно Дальше нашел Фраг по кеннису Но его со спины Обходит апекс Апекс Проиграл в этой перестрелке Боже Легия Трипл килл с пистолета Что вообще происходит Обычно явно Не легия Является героем Подобных перестрелок И Вашу же налево Как это вообще возможно Два на пять Как Как у вас Это получается Парни Я не понимаю Я просто не разумею У меня нет Нет вообще Никакого понимания Происходящего Походу Ровно то же самое Происходит у французов Сейчас они должны Обомлеть Потому что они Сами это отдали Причем Особенно конечно Выход апекса Со спины Я имею в виду Это 100% фраг Здесь никуда Нельзя было деваться Кроме как убивать Жесть Найз заруинили Найз заруинили Но опять же Да Как я и говорил Это нужные очки Это не карта В которой В принципе Все равно Выиграем Или проиграем Потому что Несел Прореги Такие наверное Существуют А карта На которой Надо выигрывать Потому что Противник Не самый сильный Ну и система Под названием Ниппель Один калаш Один армор И все остальные За ним бегают Это знаете Как в Сталинграде Было Одному патрону Другому винтовку Вот тут ровно То же самое Типа Один калаш На всю команду И все бегут За ним И если этот калаш Падает Ты его подбираешь Классический сетап В общем Залили Залили пистолетку Взятую уже На самом деле На все 100% Шокс тем временем Убивает все-таки С своего калаша Давайте понаблюдаем За ним Тапсон там Наяривает по полной Но это не важно Важно то вот Что делает Шокс Шокса не хватило дэмэджа 9 хп остается у Тапс Но Кеннис остался один И Кеннис спрашивает Своих тиммейтов А каково это будет умирать Ему говорят больно Больно Но мы делаем это По много раз За каждую карту Каждый день Мы умираем С вами Кеннис Дает свой хэдшот Хэдшот Против Некса Но Эйс от Апсона На антиэкономическом раунде Конечно же Это не может удивлять Особо На девайсах Это конечно Смотрится намного интересней Ну и 8 фрагов От Некса 8 от Гоба Би Биги сами хотят Это проиграть На самом-то деле Они уже это запланировали Просто ГТУ не хотят Им давать Замечу то Что за 2 БО1 Которые мы только что Посмотрели За карту Коблстоун плюс Оверпасс Всего лишь Одна пистолетка Отправилась В пользу ГТУ Из 4 То есть 3 выиграли Бигио И это на мой взгляд Плохая статистика Для французов Это то О чем им надо подумать Если вы кстати Посмотрите Так Давайте по секундочку Посмотрим За вот этим Маневром От ГТУ Шикарная атака У меня нет Вообще вопросов Да Все таки пришел Кеннис Все таки сделал Свой фраг Но этот форсбай Мог бы полностью Провалиться И в принципе Он уже проваливается Постепенно Но Шаксевич Вместе с Кеннисом Пытается забиться За этот раунд Все уже Неизвестно И я здесь Ура Наконец-то Ура Да А то Дима Отдувался За двоих Сейчас Нормально Он в принципе Все сказал То есть Что Это я еще На Коблстоу Не позволил себе Сказать Что они стабильнее Играют Как бы В последнее время С точки зрения Глобальной Да Вот этой перспективы И сейчас В G2 В смысле И сейчас И сейчас Они вот это Вот нам показывают Вот это вообще Вот эти закидоны Я уже даже жили О том Что я это сказал Ну типа По-хорошему Да Потому что Какой стабильнее Вообще О чем речь Табсон убивает Апекса Кеннис остается Последний И В итоге Бомба Не на руках Дам Найс Найс Хорош Забрать комбо Убежать на А Поставить под себя Смог Да Есть варианты Такие Но дело в том Что Он успеет Это сделать Но дело в том Что Губи И Легия В клещах Да тут даже Без клещей Легия просто Что-то как-то Не по Кеннису Все сыграно Кеннис реально Может лучше Опять же Это не Лан То есть Будь это Лан Он бы И порыдал бы И скребяк Зубами Все-таки Постарался бы Вытащить максимум Здесь это как бы Такое бывает Так вот О чем я там Я тут это А да Вспомнил По поводу пистолеток О том что Джету надо По этому поводу Задуматься Потому что Если вы сейчас Посмотрите на лучшую Команду в мире А это Фейсклан Как вы знаете То вы увидите Что количество Их взятых Либо пистолетных Либо форсбайных Раундов Очень-очень большое Это их базис игры Они не проигрывают Важнейшие раунды А если проигрывают Пистолетку То они берут форсы Почти всегда У них хоть нереальный процент И можете Почитать его По элиги Я тебе сейчас Чуть позже расскажу Скорее всего Чисто статистически Еще одну интересную вещь Которая в общем И так наверное Должна было бы быть Понятно Да в принципе Но может быть Кто-то и не задумывался Например Че-то расскажу Тоже Но Вот как раз У меня может быть Время будет Секунду Тут Момент Пойдут Не пойдут Нет Чуть позже Времени не будет Губи Ну-ка Флэш И Стоит Ага Около КамАЗ Хорошо Можно опереться Нормальненько Постоять здесь С кивом сыграться Хорошо Все здорово Кив видел оппонента Видел второго Снимает одного Есть позиция Опять же под бананом Да То есть Все здорово Хорошо Укрепление Апланетаж Четыре человека И Тапсон Сейчас будет Нашивать Рановато Стрелял Да на префаре Да хотел голову найти Да почти получилось Кстати К слову Но Но все таки нет Лонг закрывается Молотовым Не закрывается Потому что Молотов летит В смог Между прочим Тапсон видел оппонента Лезть пока что не будет Ну что-то жестко Халдят конечно Джетон Пытается уверенно действовать Слава бог Хотя в киву Приконченный Некс Размен один в один От него Тапсон Все еще сидит За КамАЗиком Хороший фраг против Бади Вышел на открытый Стрейв Против Кенниса Ну и 2 в 2 Ситуация Надо как-то идти дальше 22 секунды 2 в 3 Прошу прощения Ситуация Гоба не считают Гоба разменивают Кеннис один И Эйса не будет Друзья 10-9 Биги все-таки Продолжают контролить Вторую половину На дефенсе Напоминаю что Оверпасс КТ сайдовая карта И Опять же Тот факт Что G2 взяли всего лишь 9 раундов На сильной стороне На оверпассе Является не самой лучшей Информацией Для них Хотя Сейчас они и выиграли Но Есть как раз время Сделали Статистические выкладки И так Да было бы понятно Но в любом случае О том что Те команды Которые выигрывают Пистолетные раунды Или форсты Или третий Ну понятно Вот это все Дело Вот этот базис Первых трех Статистически верных раундов Грубо говоря Они в целом Грают лучше Чем те команды Которые не делают этого Вот Прям целая статья С расчетами Что-то там 62-75% По-моему Приблизительно Так получается Что на 75% Расчеты верны То что Та команда Которая выигрывает Вот эти все пистолетки Все форсы Ну или почти все Да имеется ввиду Большую их часть Та выигрывает Карту Это к вопросу Афейзов Афейзах Прошу прощения Где мой русский язык Сегодня 4 сетишки Калаш Ужитой спорт Голые Без гранат И как бы Король-то голый Чет Что делать Что делать Если ужитой спорт Ничего не получается Да я не знаю Чем тут Сейчас она просто Средоточить Спокойно Стараться Отограть Класс дистанции Найти Это точно не аплэнд Как бы Но они хотят аплэнд Хотя нет Это б Да Ну вот б Для цз Идеальная точка Типа берешь Заходишь Тут и колонна Класс дистанции И бочка Класс дистанции Единственное Только дальняя И перекрывать сложнее Это вот Нексовская позиция На хлопе Но это должен уже Делать Апекс С калашом Флешечка Отгива Легия Сидится смоком На больших песках Ну че ж тут Надо просто ждать Надо просто ждать И думать При этом всем Биги читает Оппонента Джету Уже Не только прочтены Они обойдены Их кружили Да Поджимает губи Как раз Да 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 Здесь вот в интерпассах И дверку По-английски Открываем Дратути Как ваши дела И можно по-английски Так же дверку И не закрыть К слову И так нормально Некс Ой какой топили Те от Некс Ой хорошо Еще последнему Забирать Не у него Просто патрон Заканчивается Потому что Это мка Которая Четвертая Эска Извините Четвертая Первая Эска Прошу прощения Которую Профессиональные Игроки Хотят Апнуть Просят апнуть Последнее время Потому что Она Типа Undewelming Да Это называется Не показывает Немножко По сравнению С четверкой Местами Вот Кончается время У команды Джетуба Он бы не поставлен На 500 баксов Остается у Апекса И это проблема Почему Потому что Это калаш Второй армор Но все Он может себе позволить Смог И флешку Например Все Или молик Все То есть В принципе Две гранаты Или одну гранату Все И это Проблема 11.9 Я бы сказал То что нужно Просто Сделать то Что они умеют делать Да Поставить кинесу Ударную позицию Сделать пару фрагов За счет его Снайперской винтовки Ну возможно Даже один фраг Это уже будет достаточно Заставить противника Перетягиваться Заставить его шататься И вот это вот все Но при этом Бигги решает играть Пауэрплейно Агрессивно В начале раунда Занимая позиции На банане И коннекторе Все-таки уходит обратно И вот этот отход Вот это называется Качество исполнения Друзья Здесь все было сыграно Нормально с точки зрения Принятия решений Совершенно дефолтная штука Быстрое занятие Быстрый отход Это вот классика Жанра от Астралис Например Они так любят играть Но исполнение Исполнение Тайминги Чувство игры Чувство карты Чувство передвижения Этого Все Не так много У Биггов Во всем случае В этом раунде Не показывают Хотя опыт нереальный Совершенно У Леги У Куба Би У Кива Парни Олдскулы Ну Кив ладно еще Да Но Кубист С Леги Просто жесть Какие-то исторические Так Коб Хорошо заходит Против Шаксевича Здесь Тапсон Все-таки поджим Посредине раунда Крутой маневр Крутой маневр Располнение Все еще не самое лучшее Но маневр был классный И желание Тапсона Зайти в косдистанцию Против Снайпера Тоже более чем Обоснованное Я бы сказал Что мне даже Очень нравится То что он здесь Олицетворил с собой Некс Губи Остается вдвоем Но Кеннис все еще жив С 5 хп И на его счету Уже Два лица И Аплант отпускается Полностью Команды Биаи Джи И на этот Аплант Возможно будут двигаться Ребята из команды Джиту И соответственно Это означает Что бомба вероятно Будет поставлена И у меня до сих пор Горят невидимые молотовые По звуку у тебя тоже Около банана Нет У меня все в порядке Что-то у меня там Пожар вообще Что страшного Глюки Так глюки бывают Ну вот он раунд То о чем я говорил Дайкинис на ударной позиции Два фрага от него От его снайперской винтовки В буквальном смысле Да с языка сняли Все как и должно было пройти Уже То есть они планировали Подобный раунд И Он как раз таки Держится на боеспособности На ударной мощи Французов Не на том что они круто Раскидывают Или еще что-то В том вроде Ну и плюс еще от ошибок Да противника То есть Киев отдал свой Open фраг Зачем Open фраг на себе С точки зрения Вот этого разного Тащак в смысле Быстрого захода Ну джет выигрывает раунд Первый На второй половине Кстати Что неплохо Ну а если сейчас Биг Если Если Сейчас Биг Вернуться на этом Что будет сложно Делать потому что Нет денег Как мы видим Но смысле их недостаточно Давайте так Прямо сразу Один пистолет Плюс Туда-сюда Девайсы Сделайте так Не сделайте Не Юэмпишка Вот так вот Не ситишка А юэмпишка будет Найс Найс Интересно И гранатки есть И такой есть Олеги И как бы все остальные Гранаты есть И все здорово Замечательно Но Можно стратегически Бигом переиграть же То есть Раунд То есть он для них Супер важен Прямо невероятно Мега Гига важен На данный момент Вот этот да Раунд Седьмой Второй половине Но Бадди уже убивает Гобби И 4 в 5 Некс Вышел Ой Ну тут вот Точечные поджимы Слишком читабельные От Бигов Приводит их К тому Фиаско Которому они Сейчас находятся Тапсон тоже погибет Ну вот что это такое Ну что это за грязь Друзья Ну что это за пуш Сквозь смог Расправив крылья Я надеялся Что я войду В смог И выйду Из него живым Очистившимся И все таки Воспрянув Прямо в небо В следующий раунд Леги остался Один против пятерых И теперь Он скорее всего Отдаст свои концы Попробует конечно Засовить калаш Но не факт У него это получится И чист И светил лик Его И идет он В подвалах Но смерть Найдет Его чресла Упадут Назим Ему нужно будет Сейчас просто Отдаться И он это делает И сакура падает Прекрасная сакура Падает просто И самурай Течет Истекая кровью Падает Назим И все мы замечательные Кстати Вот же это у самурайской Кстати лого Так что все совершенно логично Но они правда Не истекают Они конечно наоборот Сейчас просто бегут Делают два Делают два раунда Криадова У бигов нет экономики Значит три раунда Криадова И это 12-11 Вполне возможно Мы увидим Какой-то замечательный Раунд от них Ну до следующего Надо терпеть Здесь голые пистолеты С голыми пистолетами Без лесли Нильсона Как бы Не заедет На самом деле Вообще ни разу Некс правда Покинется проходится Это интересно Это еще более интересно 15 патронов унекса Остается Оу Чего вообще Чего троих На ровном месте Приснись Жених Невести Потеряли Джетой спорт С троих живых людей Сейчас Чего Просто что Куда Зачем Почему Как Так Но есть деньги Конечно То есть Все как бы И нормально Вроде бы Но Настолько Вот Супер Расслабленно Прям Джету Катают Прям Вот Катают Вот Это Окей Контер Страйк Окей Ну ладно То есть Как-то так Это выглядит Сорри Я тут Организационный вопрос Решал Губи Опаньки Как залетело Как залетело Продолжают беги Делать ровно То же самое Реально Не понимаю То есть Я готов был бы Их оправдать Если бы Они сделали Это один раз И два раза И я так и делал Да То есть Я никаких Не имел проблем С этим Но Третий раунд К ряду Третий девайсный раунд К ряду Они делают Ровно то же самое Постоянные поджимы По одиночке В разных частях Карты Не имеющие Ничего общего С контрстрайком Если брать то Что они должны Перестреливать Вот в этом сетапе Они обязаны Перестреливать В каждой отдельно Взятой дуэли Но они уже знают Что они этого Не могут сделать Да Это уже Проходили Но они продолжают Долбиться в одну И ту же стратегию Постоянно повторяя Одно и то же Три раунда к ряду Это ненормально Это неадекватно Если у тебя Это не получается Если у тебя получается Окей Продолжай Ну господи Ну противник умирает Так умирает Но почему бы Просто не попробовать Либо А если ты хочешь Пушить жестко То сделай это в связке Сделай это втроем Куда-нибудь там Не знаю Запуш Ну и хотя бы В связке под флешки И так далее Нет они просто Занимают позицию И ждут и халдят по одному Их отстреливают Followed by Что называется Второй вариант есть Просто захалдить Где-нибудь глубоко на базах И все Просто вот Застакайтесь втроем На Б Два на А Или допустим Три на А И два на Б Откидайте смоки Откидайте молики Все это сделайте Максимально качественно Чтобы дотянуть До сороковой секунды Допустим Или до тридцатой Чтобы противник Не мог до этого времени Зайти Если у вас есть раскидки То что вы их не используете В чем проблема Это же КТ сайт В этом весь смысл Что ты должен использовать Оверпасс например Идеальная карта Для КТ с точки зрения раскидок Ты можешь многоуровнево Их откидывать Ты можешь откидывать Сначала на начало банана Потом на его на середину Потом уже к заходам На планты Ты можешь с плантов Их откидывать С Б на А Да-да И они еще полностью Открытые в этом вопросе То есть это вообще Изи катка Это как многослойный пирог И ты должен использовать Это если ты Не можешь перестреливать оппонента Тебе приходится заниматься Не открытыми Постоянными контактами Вот сейчас понятное дело Что с СЗшкой Вот такие вещи можно И позволительно делать Но в девайсных раундах Они делали ровно то же самое Что и сейчас мы видим на экране И так работать Не то чтобы это не может И не должно Это их личное дело Чем заниматься Просто вопрос Хотят ли они в этом выигрывать Или нет Если да То в таком случае Продолжение Точнее таких стратегий Уже четвертый девайсный раунд Подряд Который мы скоро увидим Он приведет их к поражению Папсон последний Остается Чистый раунд для G2 В данном случае Там был Полуфорс Что-то типа Туда-сюда Такой полубай Ну короче говоря Нет Форс это не то слово Пистолетный полубай Это то Те слова 3400 будет залетать Команде B.I.G В ближайшее время Тапсон может умереть Может кого-то убить Но Тут такой чистый Стрейв по банану Хотя смотри У него в итоге получается Пройти до удобной позиции Найс И еще Кенниса Ну нет Наверное это было слишком жадно С моей стороны Верить в это Ну ладно В итоге С учетом того Сколько денег насыпало Это фуллбай Ну точнее это просто бай Окей Хорошо Потому что фуллбай Это типа на 6000 Там улетает Сразу на 6500 должно Приблизительно Поэтому это просто Хороший бай Все здорово Все замечательно Но Если не вот этот раунд И Ну уже Должно быть очевидно Если не этот раунд И не несколько Сразу же Следующих Моментально После него Желательно Бо 3 Да Желательно Бо 3 То То все Грусть печаль И G2 Вряд ли это отпустят Ну все Теперь если бигги Реально пойдут Куда-то жестко Пушить И халдить Там то Ну в смысле Посредине Капы То Это будет Самый просто Жесткий раунд В моей жизни Но Но Я уверен То что сейчас Они этого не сделают Коби Поставил паузу Он человек Думающий Он человек Который провел В этой игре Нереальное количество Часов и времени Да Который является Всем для него У него нет Ничего другого И WVP Тоже нам говорит О том Что будет Какой-то Интересный Альтернативный Сетап Соло кив Пошел Смотреть на фонтан Легия Остался на клумбе Ну вот Опорные позиции Три человека На Б Никто на Б Не пушит Полувыпад Такой от кива Фраг Кстати на дальней дистанции От легии На лонг И все Все надо отходить Просто халдить Ранее преимущество Получено Замечательно Одно из АВП Сыграло Прибает двух Гоби Приемка от него Не очень Размен 1 на 1 Тапс на те время Хаешка Минус бади Ну вот Вот Просто не дали Ранних фрагов На позициях Неглубоких Да Французам Самим пришлось Идти в гости И что самое прикольное Что они даже Не раскидывали Они просто шли На сухом Просто выход На большие пески Только представьте себе Вообще в принципе Стратегию В которой вы просто На шифте Выходите на большие пески Все остальные Ваши тиммейты Сидят где-то примерно Там вот в коннекторе И халдят При этом всем Вы выходите С полноценными Раскидками И не используете Их совершенно Вот посмотрите Что сейчас у Кенниса С НБК У них все еще Четыре гранаты Ничего из этого Не было потрачено С одной стороны Вы скажете Что это игра на коротке Вы будете полностью правы Это реальная игра На коротке Это игра без информации Для оппонента То есть вы просто Не даете инфы никакой Не подготавливаете его К выходу вашему Но с другой стороны Извините меня Но вот настолько Сухо действовать Я не знаю НБК тебя услышал Раскидал все гранаты Вообще все Все гранаты Которые у него были Вот Кеннис правда Проблема у нас Со связью Видимо космические И с Кеннисом Кстати Кеннис Снимает Апсон Неплохо Остается один Он с ЭВП И бомбы ему Поставить не дадут Все Изи Да Да неплохо Изи катка Сыграй глубоко Выиграй раунд Это только один Подожди Деньги есть еще Дальше вопрос в том Что должны Теперь же как обычно Это вопрос инициативности То есть Биги Ошиблись Три девайсных раунда Ну то есть не ошиблись Да А делали определенную стратегию На четвертый девайсный раунд Они сделали другую При помощи нее Они выиграли Теперь вопрос к G2 Могут ли они адаптироваться К этому варианту Который является на самом деле Конечно супер дефолтным То есть глубокая защита Это классика жанра И G2 соответственно Сейчас берут паузу И они такие Так пацаны Смотрите Противник больше не пушит В тупую Коннекторы там Всякие болота И так далее Мы его не можем вычислять На ранних стадиях игры И нам нужно что-то сделать Для того чтобы Соответственно Заходить на планеты Ну плюс еще Вот там противник был С ВП на клумбе Может быть нам стоит Как раз таки Лонг сейчас прочекать Через флешку классическую Да Попробовать вот этого Авапера схватить за Сами знаете что И прокрутить по часовой стрелке Вот Давайте понаблюдаем Что они сейчас придумают Потому что инициатива Сейчас на стороне бигов И G2 надо ее перехватывать Да По сути да Но деньги все еще есть у G2 Это означает Что если Что-то сольют То все равно Подушка безопасности есть Ее могло бы не быть Например Вдруг да Если бы немного по другому Здесь все происходило С точки зрения выживаемости Прошу прощения у команды G2 Но дело в том Что в последних раундах Которые они выигрывали Там выжило 5 Живых людей И 4 Соответственно То есть это пассивный Буст экономики На плюс 5 Чистых Соответственно И плюс 4 Это жестко Это реально жестко Какие варианты Какие варианты Есть для биги Врагранаты Не забывайте Во-первых раз Монстра закрыть Желательно Дуаз Шортик можно закрыть Тоже Интересно Одна счет Б планета Что такая пауза Долгая Интересная Долгая пауза Техническая Наверное Здесь Все таки Какая-то Надо посмотреть На самом деле Шо Шо ци Такое Па-па-па-па-ра Мчету Техническое Лагает Тело Лагающее Тело Ну 89 Пинга Лагающего Тело Но Но это ничего не значит. Он лагает, скорее всего, больше, чем на 89, вероятно. То есть спайки, скорее всего, такие тык-тык-тык-типа. Это очень неприятно в такой довольно быстрой игре, как Counter-Strike, в плане конкретных стрелятельных моментов. То есть само по себе Counter-Strike при начале, например, раунда и тактическом расположении может показаться не очень быстро игрой, но когда начинается стрельба четкая, быстрая, это прям все сразу. Все сводится до 200, типа вообще край просто, до 250 миллисекунд, очень грубо, до 120, включительно 110 приблизительно скорость реакции. Или, возможно, у кого-то еще быстрее, но я в этом сомневаюсь. Ну, в смысле, в общем, обсуждаемый момент. Короче говоря, давал ВВП Легия Акиф, а две МКИ четвертых, коллаж трофейный у Гоба Би. Апекс уже получает немножко ПХП, но уживает. И тут вообще-то могли бы Кива забрать, что-то он очень агрессивный, что-то Кив, ну вот куда-то что... Как? Зачем? Как? Зачем? Что? Как? Зачем? Как? Зачем? Что? Выловили, опять выловили опенфраг. Опять же, это, ну, тут все было нормально, GTO поняли, что-то происходит, и просто по-быстрому заняли часть пункта, точнее, часть зоны. Апекс под флешку, как его не убили? Как? Как? Гобби его не прикончил. На рефраге тем временем действует Кенис. Как на рефраге? На прикрытии своего товарища, который мог бы здесь погибнуть. И вот теперь у бигов есть выбор, да, между тем, чтобы а, халдить, либо б, идти собирать инфу, убивать и таком подобное, то есть играть агрессивно. В случае с Леги, понятное дело, что снайперскую винтовку можно отыграть пассивно, а вот, например, парень типа Тапсон на лонге на МЗ, может двигаться, и он двигается. Он двигается с агрессивного лонга на агрессивные туалеты, на поджим туда, Next вместе с ним может сыграть. И вот сейчас, если его не чекнут, это Гобела для G2, отличный выход. И мало того, он собрал инфу по бомбе, дальше Next должен активироваться стопроцентно, потому что на него должен быть максимальный фокус, на его противника, на его тиммейта, на Тапсона. Next пропускает боковина Шокса, Тапсон перестреливает неплохо бати, и вот теперь вопрос в том, где Легия. Легия очень далеко, он на Б-планте, поэтому Тапсону нужно выигрывать максимальное количество времени, его зонят при помощи смока. Тапсон решает все-таки пушить этот смок, хотя он мог в этот момент перейти, например, на Банан, где его бы, конечно, ждали с другой стороны. Легия. Надо Легию подождать, и Тапсону нужно выходить. Нет, не надо ждать, надо просто под флешку выходить сейчас. Выходить, выходить, да-да-да. Выход? Выход. Жесть, все, это Гага. И в итоге занимаются, опять же, позиции под туалеты, ребята, имя с командой G2, и у Легии АВП. До свидос. До свидос. И в итоге, опять же, здесь сбрасывается множитель для бигов, соответственно, им сейчас насыпало 1400. Они прошлый раунд выиграли, да, соответственно, денег у них нет, они принимают решение форсить. На последний, заметь, почти у всех под 0, да, 50 баксов на бургер всей команде бургеры остаются у Nexo. Когда они салюту этот раунд, судя по всему. Если не будет инициативных действий, которые будут, кстати, говорят, кому на BIG, то все может быть очень плохо. Вот они инициативные действия, Легия делает один, сейчас второй. Опа! Не, второй не залетает. Нет, 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 нет. Ой-ой-ой, найс, найс, залетело вообще сейчас жестенько. От Апекса, даблкил. Тапсон пошел пушить. Ну, в общем, да. АВП, судя по всему, отправляется в сторону G2. Несмотря на то, что биги по-настоящему неплохо боролись, вот эти три раунда, которые они отдавали на агрессию, они сыграли сейчас. То есть именно этих трех раундов не хватает лигам для того, чтобы обойти своего оппонента. Что совершенно нормально и адекватно. Но хочется поздравить Губа Би и его команду, что, в принципе, они неплохо воевали против не самых сильных G2. Мы все прекрасно понимаем, что форма сейчас у них не самая лучшая. Даже несмотря на то, что предыдущие ланы у них были неплохие, не считай, и лиги, который был самым последним. Онлайн это не их фишка. Онлайн это вообще не то место, где они хотят сильно выигрывать и там просто доминировать, да. Это не там, где они максимально сосредоточены. Ну, пошла игра, не пошла игра, не суть важна. Разменялись тремя очками. Поздравляем команды с возможностью. Ну и давайте мы отправим на следующую катку. Следующая катка у нас будет шо? Шо у нас будет? Шо у нас там будет? По-моему, у нас там будет дерби европейское. Дерби европейское? Дерби. Дерби.